Кража невест Все-таки, что это? Преступление или древняя традиция? А в гостях у нас депутат Джорку Кенеша Айнура Алтыбаева, директор кризисного центра Сезим Бибюсарары Скулова и активистка Фарида Лансарова. Добро пожаловать к нам в студию. Первый вопрос хочу адресовать вам, Айнура Тачиевна. Весной этого года были внесены поправки в Уголовный кодекс. И вы можете рассказать подробнее, что было изменено и какие результаты произошли за этот момент? На самом деле, ужесточение наказания за кражу невест, это был законопроект, разработан в 2011 году. Весь год шли общественные обсуждения, рассмотрения в Джорку Кенеша. И в апреле 2012 года президент подписал этот закон. То есть мы ужесточали ответственность. Если раньше в Уголовном кодексе за кражу невест предусматривалось такое очень символичное наказание, это штраф в небольшом размере и до трех лет условно. После ряда кража невест, кража женщин с целью вступления в брак, они прям подряд шли, это в 2011 году. Ко мне обратились женские организации Сыкульской области, с которыми мы вместе потом вместе и работали. То есть мы привлекли в нашу рабочую группу ряд экспертов, и мы ужесточили наказание. Мы приравняли ответственность за кражу невест со статьей в Уголовном кодексе, это была 123 статья, как помню, с похищением человека. За похищение человека была предусмотрена ответственность 10 лет. И тут же, когда мы работали над этим законопроектом, мы посмотрели, кража скота была 11 лет, представляете? И мы, значит, наш новый законопроект, ну тот, о котором я сейчас рассказываю вам, был поддержан в трех чтениях, правда не сразу, не сразу. И даже в Чуаркуке, конечно, некоторые депутаты говорили, что что за законопроект, зачем он нужен? Кража невесты – это красивая такая национальная кыргызская традиция. Ну, к третьему чтению нам удалось убедить наших коллег, что это никакая не традиция кыргызская, это преступление. То есть все-таки шло сопротивление, да? Не все соглашались? Да, у некоторых были такие стереотипные взгляды на это. Вот, на это. И в третьем чтении, я благодарю наших коллег, они поддержали, президент сразу подписал. Потом где-то мы далее уже в шестом созове, в шестом созове была инициирована рабочая группа, в составе тоже вошли и депутаты, и эксперты, представители женских организаций. Мы создали эту рабочую группу с целью посмотреть, как работает закон. И действительно, как нам сообщили из аппарата омбудсмена, где есть отдельный отдел по гендерным вопросам, они сообщили, что кража невесты уменьшилась в 10 раз. То есть закон начал работать, работал. К сожалению, вот, когда в прошлом году похитили Бурула, и она погибла, да, мы опять задумались, нужно, возможно, ужесточение. Был такой создан, такой наш совет, небольшой совет, мы долго обсуждали, были предложения ужесточить наказание, но потом решили, что, наверное, больше надо акцентироваться на вопросах исполнения этого закона. То есть когда крадут невест? Весной и осенью. То есть, как показывает статистика, весной, когда девочки заканчивают учебные заведения, школы, учебные заведения, и осенью, когда, ну, как традиционно у кыргызов вот эти свадебные мероприятия проходят осенью. То есть вот так по статистике. Поэтому мы рекомендовали правительству, рекомендация нашей рабочей группы была, рекомендация усилить такие информационно-агитационные, да, информационную составляющие, чтобы каждый год вот в это время особенно были на информационных порталах, в прайм-тайм, то есть были такие ролики социального характера, напоминать, что это никакая не кыргызская традиция, а преступления. Дальше мы, кстати, с 1 января 2019 года вступили в кодексы, новый кодекс, как вы знаете, в рамках реформы правоохранительной системы, судебной системы. Были, значит, разработаны кодексы, и мы там тоже, значит, усилили эту ответственность, да, то есть мы сохранили, хотя вы помните, основная концепция этих кодексов была гуманизация, то есть многие, многие преступления, да, санкции по многим преступлениям, они были, значит, в рамках гуманизации были снижены меры ответственности этой санкции, но мы настояли, мы это депутаты, Джордж Кукиниша, настояли, что ответственность должна остаться вот на самом высоком уровне, то есть то, что мы предлагали в своем законе. Дальше мы еще, был разработан законопроект по, значит, уже при, ну, это наш тоже, как бы, обычай, значит, который называется нике, да, то есть освящение брака, религиозное освящение брака, то есть прошла норма, когда, значит, был законопроект, когда, значит, Молдо, который проводит этот ритуал, да, он тоже несет ответственность, если один из, значит, если, ну, жених или невеста, да, не достигли возраста совершеннолетия, то есть за это тоже, значит, предусмотрена ответственность. Вот такие законопроекты прошли. К сожалению, ну, наверное, я уже наперед скажу, что вчера только тоже ко мне обратили женские организации, далее я прочитала еще в соцсетях. Как раз-таки, да, вот это видео. Мы сначала выяснили, где это находится, я переговорила с руководством МВД Кыргызской республики, первый заместитель министра обещал мне взять этот вопрос под свой контроль. Да, потому что мы тоже, наша съемочная команда пыталась связаться с УВД Таласкобласти, однако они сказали, что они только разбираются, и конкретного ответа не было. В продолжении темы я хочу предложить вам посмотреть инфографику по нашей теме Аллахачу. Согласно данным ООН, в Кыргызстане в 2018 году 13,8% девушек в возрасте до 24 лет принудительно выдавали замуж. По данным МВД Кыргызстана, за последние пять лет в органы с заявлением, связанным с похищением невест, обратились 895 человек, но в 727 случаях из них уголовные дела возбуждены не были. Расследованными в рамках уголовных дел оказались лишь 168 случаев. По данным Минсоцразвития, 60% брака в селах происходит против воли девушек. Следующий вопрос у меня к Бибисаре Рахматовной. Как вы считаете, почему все-таки есть два лагеря, некоторые поддерживают эту традицию, в кавычках, некоторые нет. Что вы думаете по этому поводу, и как вообще отличать традиции от преступления? – Добрый день. Я в продолжение, что Айнуру Точиина сказала. Да, большое спасибо законодателям, группе женщин, которые действительно несколько раз возвращались к этой теме. Закон был принят, ужесточающий за такое преступление. Но, к сожалению, у нас по принятию закона впереди планеты всей, но о исполнении закона действительно трагедия произошла с Бурулай. И после этого, через несколько месяцев, знаете, во всех социальных сетях, через средства массовой информации вообще трубили, говорили, что действительно это трагедия. Ну и снова же это такая основа, ну не со смертельным исходом, но произошла. Благодаря вот последнее время, вот, например, средства массовой информации обнародуются, и вот вчерашний случай тоже, да. Но если действительно преступление ненаказуемо, мы будем с утра до вечера крутить ролики, и будем говорить, тренинги, семинары будем проводить. А если зло ненаказуемо, это преступление, это никакая не традиция. Это в 37 странах, оказывается, такое обычай есть. И у нас и так много таких черных пятен в истории вот сегодняшнего, сегодняшний день. Ну и, знаете, вчерашний произвол просто, это преступление. Я считаю, если все это тоже закрытым останется, мы тоже в своих, это, в социальных сетях обратились к нашим партнерам, это сообща у нас сеть женских организаций, это в ТАЛАС позвонили, но пока неизвестно, где это произошло или... И вот, знаете, опасение, что оно закрытым останется, потому что, когда преступление не раскрыто, надо создавать прецеденты, говорить об этом. И люди немного должны действительно испугаться, сказать, оказывается, меня накажут. И, ну, от 5 до 10 лет, а если вот, например, вот цифры были, 60% по исследованиям, это браки совершаются, ну, вот, таким путем. И 800 с чем-то, это, из них только 160 или 168, это, ну, вот, адвокаты, наверное, или это довели до суда. Ну, осуждены или нет, знаете, надо в лицо показывать их, говорить об этом. Ни один человек, это групповое насилие, массовое насилие, это дикость какая-то, да. Я призываю, к молодым людям обращаюсь. Вот у нас вопрос задан был на встрече со студентами, и один парень сказал, Илья, извините, а как нам жениться? Ну, это, мне она понравилась, а вдруг она мне не понравится? Это отношение вообще общества, вот, к женщине, к девушкам, и к семье вообще, к институту семьи. И вот к нам, когда обращаются, в этот день и всегда говорят, вот, например, международные журналисты, если к нам приезжают, говорят, давайте покажите, говорят, у вас крадут, оказывается, давайте случаи, героя нам надо. Но, к сожалению, девушки в этот день, в этот час, нечасто обращаются, ну, благодаря вот социальным сетям они выложили. Ну, после, когда семейное насилие происходит, или даже через два месяца были случаи, девушка просто оказывается, ну, со слухом, неважно было, когда парень узнал, и он сбежал, оставил его, и говорит, я с тобой, а девушка уже в положении. Или когда дети рождаются, и после узнают друг друга, конечно, есть случаи, когда действительно семья создается, где-то же они знакомятся, ну, редкие. Но у нас, например, больше 20% семейного насилия в дальнейшем происходит из-за того, что действительно они друг друга не знали, первый раз увидели. И поэтому общество не должно воспринимать это как традиция. Это не традиция, это преступление. И, наверное, надо бдить, вот за судьбой этой девочки, мы обратились, мы готовы помочь юридически, и вообще психологи должны работать это вот жертвой. Она жертва, действительно. И я обращаюсь к правоохранительным органам, ко всем, кто причастен, и молодым людям, которые хотят жениться, ни в коем случае. Это просто, знаете, вы делаете преступление. Вот у меня еще есть один вопрос к вам, Биби Сара Рахматовна. Что делать все-таки девушке, если ее украли? Против ее воли. Против воли, да. Ну, у нас, конечно, хорошие традиции, послушание. Говорят, надо старших уважать, и, ну, проклятие может быть. Я просто как психолог, и когда-то тоже, это в молодости, я тоже, действительно, тогда меньше было, я тоже подвергалась такому насилию. Я обращаюсь к девушкам, и к родственникам, и к молодым людям. Вы знаете, вот на порог же, вот такие бабушки, как я, платок кладут, соль кладут, хлеб кладут, и говорят, что это, ну, действительно, это Бог покарает. Девушки, извините, скажите, что вы толкаете меня на преступление. Извинитесь перед Богом, если Бога боязнен, скажите, я вынуждена переступить, никогда не оставайтесь, потому что, возможно, этот молодой человек, действительно, он слабый, он не может просто прийти и сказать, я люблю тебя, я хочу, ну, действительно, создать семью. Это слабость человека. И подумайте тысячу раз, и молодые люди, и родственники, когда действительно ждут невесту, спросите, вообще она хочет, они знакомы или нет. Первый вопрос родителей той стороны, и с этой стороны должны действительно, обоюдное согласие должно быть. Давайте это дикий, это необычай, это преступление, надо прекращать, и общество не должно терпеть. Вот такое отношение к девушкам, к женщине. Спасибо большое. Вот как сказали, да, вы ранее, все-таки, эксперты считают, то, что вот эти вот поправки, они не приносят желаемого результата. Почему вот уголовные дела все-таки закрываются, и влияет ли общество на это решение? Ну, я считаю, что мы написали, подготовили, разработали законопроект с целью наказания преступления, да, что преступник обязательно понес наказание. Но, и это, я уверена в этом, что, на самом деле, насилие есть в любой стране, и даже в экономически развитых странах семейное насилие это есть. Важно, как государство, да, как государство влияет, какие меры предусматривает. И вот в этом, я больше думаю, что нужно нам, надо акцент делать, не на наказание, то есть наказание, это безусловно, все насильники, все похитители наших девочек должны самое строгое наказание нести. Я больше думаю, нужно делать акцент на превентивные меры, то есть на предупреждение населения. То есть, когда мы говорим о роликах, когда мы говорим об информационной составляющей, мы говорим, чтобы то поколение, которое, перед глазами которых проходят это, эти ролики, эти события, они знали, что это не традиция, это преступление, и что за этим последует наказание. То есть, чтобы уже молодой человек, который решил жениться, он и увидел девушку, которым очень нравится, он ее полюбил, то есть он не должен ее красть, вот эта информационная составляющая, наши превентивные меры со стороны государства, что предусмотрено, он не должен, он должен просто подойти, идти и знакомиться, а не красть. То есть, я говорю о превентивных мерах, то есть надо предостеречь людей, молодых людей, на совершение этого преступления. Вот тогда мы будем говорить, что цель, цель наша, государство достигнута в целях искоренения насилия. Конечно же, есть очень много исследований, то, что те семьи, которые вот начали свою жизнь, да, построили свою семью, строят семью, начиная с насилия, они долго не живут, потому что уже потом в ходе, так как они поженились, начинается, да, они, возможно, у них разные характеры, потому что они не знают друг друга. Уже с ненависти все начинается. это похищенная девушка уже смотрит другими глазами на своего супруга, на его семью, потому что они тоже были в составе, вот когда ее привезли, да, вот в этой группе людей. вот и женщины же в основном помогают. Самые плохие воспоминания этого дня связаны именно с этими людьми. Поэтому, вот, конечно же, я еще раз подчеркиваю, наказание должно быть очень строгим, неотвратимым, и мы поэтому обратились в органы, правоохранительные органы, которые обещали нам разбираться с этим. Ну, а все равно государство, цель государства, наша цель в парламенте, законодателей, исполнения органов, правительства, исполнительных ветвей власти, это безбречное исполнение этих законов, которые мы написали. Спасибо большое. Сейчас я хочу обратиться к Фариде Лансаровой. Как вы считаете, насколько вообще женщины Кыргызстана знают свои права? Ведь, в частности, именно молодые девушки крадутся, да, и не идут, например, опять-таки в те же самые правоохранительные органы, и не пишут заявления, думают, что, ну, так и должно быть. Всем здравствуйте. Я очень благодарна за этот эфир. Спасибо Айдуруиде и Биберсаре Раскуловне. Я хотела бы, знаете, больше ответить на этот вопрос, что это вопрос системный характер, ну, носит системный характер, то есть это задача, которая перед нами стоит, да, Алла Качу. Первое, нужно задаться вопросом, что такое культура, да, она, что она вообще из себя представляет? То есть это только что-то внешнее или что-то внутреннее? То есть это вопрос ценностей. Если говорить про системный подход, то весь вопрос только в том, что у нас на сегодняшний день в стране страдает система образования, да, это нужно начать с этого, то есть когда мы говорим о том, что это в основном происходит там, где-то в селах и так далее, мы забываем, что мы также часть страны, часть Кыргызстана, и это первое. А второе, у нас очень большие проблемы с образованием. На сегодняшний день, насколько я знаю, у нас не проводилось никаких реформ. Моей сестренке там 14 лет, она учится по тем же учебникам, по которым я 10 лет назад заканчивала школу. А второе, вот как раз мои коллеги, они стали затрагивать этот вопрос, что насилие, Алла Качу, оно носит системный характер. Это не так, это не что-то такое выдернутое из контекста, что только одну девушку украли и так далее. То есть это целая система, она идёт системно. То есть человек, который воспроизводит насилие, он видел это насилие. То есть, соответственно, когда мы говорим о том, что это происходит, нужно задаться вопросом, почему это происходит, и почему мы столько лет боремся с этим, что-то делаем, предпринимаем на законодательном уровне и так далее, но не происходит изменений как таковых, серьёзных. Почему? Потому что человек, который жил в системе насилия, он ничего другого не сможет воспроизвести, тогда это вопрос именно образования. Что на сегодняшний день, если говорить о том информированной, ну да, скорее всего, информация какая-то есть, это очень сильно обсуждается, но это же вопрос образования. Что такое образование? Образование — это вопрос сознания и ответственности, когда человек может нести ответственность за свою жизнь. Что сегодня происходит? И если говорить о Лакачу, вот как я это воспринимаю, то есть человек, он не может взять ответственность за свою жизнь, он не ценит свою жизнь, и он, соответственно, также бесценно относится к чужой жизни. И второе, дальше, что интересно, да, это какое поколение растёт, то есть после Аллахачу и после этого всего, то есть что происходит, то есть дети, какие появляются семьи, какие дети, то есть и вообще цикличность этого насилия, которое воспроизводится. Потом не забывайте, что у нас есть проблема большая с миграцией, то есть очень сильный отток наших граждан, и дети остаются без защиты, также в основном это девочки, которые подвергаются не только Аллахачу, но и вообще любому другому системному насилию. То есть у нас в стране это нужен очень комплексный подход, который бы затронул систему образования. Экономические показатели, то есть это тоже же очень важно, у нас очень сильная безработица в стране, ну а что делать? Не забывайте, вот когда начали про романтизацию, да, что Бибисария Раскуловна, парень ответил, что а как ему жениться? Ну, значит, нам нужно обсуждать этот вопрос, что тои, они не должны быть шикарные, свадьба — это нечто другое, нежели чем просто тои там, да, на, не знаю, на 500-700 человек. То есть тоже же вопрос именно к нам с вами, то есть как мы воспринимаем сегодня институт семьи, как мы понимаем культуру и как мы понимаем, что такое свадьба. Вот, и ну как-то вот так, то есть это очень системно, то есть нельзя говорить, что вот насилие только Аллахачу, то есть прежде чем происходит Аллахачу, это целая система. Потом также затронулся вопрос, да, там, что в прошлом году была убита Бурулай. Это же как раз и показало всю системность, то есть как, насколько система правосудия, да, и людей, которые должны защищать нас, да, насколько они сами, я не знаю, понимают эти вещи. То есть если это для нас остаётся нормой, и мы считаем, что это нормально, то почему мы не сдаёмся вопросом, а что тогда такое жизнь, что такое тогда счастливая жизнь? Потому что все эти случаи, которые происходят, они приводят только к тому, что человек всё больше и больше укореняется в том, что есть только насилие, что нет другой жизни. Ну вот, в принципе, всё. У меня просто нет второго человека, очень сложно говорить только на камеру. Я не слышал вот этого вопроса. То есть вопрос в том, информированы девочки или нет. Ну, конечно, информированы. Я тоже, на самом деле, мне только 27 лет. Конечно, в школе это всё всегда обсуждалось. И случаи, они же происходят не где-то там, они происходят у нас. Мы тоже всегда, ну, как бы в курсе были, что там где-то что-то случилось. Но вопрос только в том, что у нас, первое, у нас нет ценности, да, о своей жизни и чужой. И второе, мы почему-то перестали думать очень глобально, мы перестали думать о будущем, мы перестали думать о том, кто несёт ответственность за это, за всё, да. Да, и также, вот если говорить о, ну, в сериотипах и так далее, то есть, а, вот, что я вспомнила, это сексуальное образование. А в нашей стране с этим очень большой пробел. То есть считается, вот как у нас, даже у меня в семье, как это говорят, ну, типа всё, ты вырос, да, и чтобы не было каких-то внебрачных отношений, лучше тебе там жениться или выйти замуж. Но весь вопрос в том, что нам на сегодняшний день, если говорить о реформе образования, нам также нужно и сексуальное образование. И сексуальное образование не подразумевает, что детей будут учиться заниматься сексом. А детей будут, ну, что такое сексуальное образование на самом деле? Это когда объясняется, как устроено тело, что вообще из себя представляет тело, как происходит момент зачатия и так далее. Да, у нас же с этим тоже большие проблемы. У нас ранняя беременность, да. У нас, ну, не знаю, на нашем языке это называется разврат, но это не разврат, это просто вопрос именно того, что люди, ну, опять же, всё упирается, корень весь в необразованности, то есть нет образования. Люди элементарно не знают там ни о презервативах, ни о противозачаточных таблетках, ну, или мерах, ничего, да. И это тоже, то есть это целая система на самом деле, ну, то есть это очень системно, там, образование, да, 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 и это всё. То есть и именно с этим и связано, да, то есть что и человек, молодой человек, да, то есть у него, ну, так скажем, нет образования, нет работы, да, Но у него, и это же тоже естественная потребность и естественная часть нашей жизни, да, это сексуальная жизнь, да, но она не решается за счёт того, что человек женится. И я уверена, что большинство тех людей, которые смотрят телеканалы, они знают, что от того, что я женился, у меня появился ребёнок, ну, как бы, я не решаю этот вопрос. Тогда, соответственно, нужно задаться вопросом, что такое сексуальная жизнь, что такое секс, для чего он предназначен, да, и что с этим вообще нужно делать. То есть, ну, то есть, видите, это очень, ну, такие вещи, они очень базовые и очень, и это всё начинается с образования. И здесь очень важно, нам нужна реформа, в общем, в образовании, потому что у нас, не забывайте, что это целый менталитет, да, то есть в советское время говорили, что не было секса в СССР, да. И чем это закончилось? Тем, что люди, всё равно, мы же рождались, ну, вот я родилась в 92-м году, но что в СССР не было секса, он был. Но другой вопрос, что после того, как произошла вот эта революция, после того, как распался Советский Союз, что наша страна сделала в системе образования, чтобы люди, ну, как бы, спокойно к этому относились, да, то есть понимали, что это потребность, то есть естественная потребность человека, не что-то такое, ну, нехорошее, я не знаю, плохое и так далее. Ну, то есть, потому что у нас с этим тоже большой пробел. Если говорить о том, что о сексуальном образовании, то нужно понять, и мои дорогие родители, вы поймите, что дети, особенно в подростковом области, и особенно сейчас из-за интернета, когда доступно всё, то есть, ну, подростки это, ну, как бы смотрят, да, то есть они это видят и так далее, и это нужно с ними обсуждать, об этом нужно говорить со своими детьми. А если мы не говорим, да, то есть это мы не обсуждаем со своими детьми, то, конечно, дети будут смотреть это в интернете, они будут воспроизводить то, что они видят, не понимая, как бы, и считая, что это вот что-то такое изолированное. Но сексуальная жизнь, она также часть нашей жизни. Вот, то есть я, если честно, считаю, что нужно калакачу к нашему вообще проблеме вот этого домашнего насилия и так далее, подходить именно с точки зрения вот этого. Потому что в основе всего вот этого лежит именно то, что человек пытается удовлетворить свою сексуальную потребность, но он не знает, как это сделать. И сама система, которая сейчас вокруг выстроена, она тоже не помогает, ну, решить этот вопрос. Потому что рождение детей, оно не закрывает тему сексуальности и сексуальной потребности. Это нечто другое, то есть планирование семьи. Это тоже нужно обсуждать, это тоже нужно проговаривать с детьми, это нужно не только в школе, но это сами родители тоже должны быть открытыми к этому. Но если учесть, что большинство наших мам и пап тоже так поступили, да, то есть мою маму тоже отдали насильно замуж в 16 лет, то, конечно, поскольку у неё есть негативный опыт и тоже негативное восприятие этого всего, то как бы как таковое, ей тоже будет сложно это обсуждать со мной. Ну вот то же самое и здесь. Поэтому нам нужно глобально задуматься над тем, какую мы хотим страну и в какой мы хотим жить в стране. Спасибо большое. Согласны ли вы с этим мнением, что для начала нужно вести вот сексуальное образование? Можно я как депутат всё-таки вернусь и буду говорить по теме правовой основы Аллахачу? Как показали многочисленные исследования, что после похищения всё-таки похититель и вот сами исследования показали, что нет регистрации брака, государственной регистрации брака. То есть священнослужитель, мол, до в данном нашем случае, проводит религиозное освящение этого никея. И, к сожалению, хорошо, если семья состоится, но как показывают, я опять возвращаюсь к статистике, к исследованиям социологическим, что, как правило, такие семьи, которые начаты с насилия, они распадаются. И женщина, которая в этой семье уже родила одного ребёнка, второго ребёнка, когда распадается данная семья, не имея правовой основы, то и вопрос выплаты алиментов на содержание этих детей, вопросы права на землю, на дом, он начинает стоять очень актуально. И обычно это заканчивается тем, что женщина остаётся с детьми без средств к существованию. И в данном случае, если мы сейчас в общем говорили о таком явлении, как Аллахачу, то в частном случае, во вчерашнем, который случился, вот это вот видео в Таласе, девочка ещё несовершеннолетняя. Но единственное, я уже об этом законе сказала, что принят закон, он был разработан и был принят, поддержали все депутаты, что несовершеннолетнюю, что Молдо, который пригласили осветить, провести религиозный обряд в Нике, он откажется, потому что в данном случае, когда этот законопроект проходил, нам помогли муфтият очень, я ему благодарна, потому что они тоже сказали, что лицо, не достигшее совершеннолетия, это считается ребёнком, и это очень большой грех. И они вот все Молдо, они, значит, проходили обучение, все прошли обучение, то есть они не будут регистрироваться. Я в данном случае надеюсь, что даже если Молдо был приглашён, что он тоже как бы скажет о тех законах, и что он не будет этого делать. Но единственное, есть опасность, что такой обряд может провести любой человек, который знает вот эти суры. В данном случае вот это и есть опасение. Ну что, я хочу опять вернуться всё-таки, лучше предупредить преступление. Я думаю, лучше, вот я согласна с предыдущим мнением, что действительно лучше разъяснить, чтобы наши молодые люди, девушки, ребята, они знали, что это не какой-то красивый такой национальный обряд наш, кыргызские обычаи, а это всё-таки преступление. И это они знали все, всё подрастающее поколение. Ну и, конечно, о той культуре, которая была сказана. В семье. Семья – это тот институт, где прививаются эти все навыки. И начало любой семейное, когда молодые люди строят, они всё равно это сканируются вот на них. Поэтому я думаю, что действительно в семье нужно, ну, с самого начала, не только по краже невест, вообще вся культура, внутренняя культура, это зарождается в семье, институт, это институт семьи, это очень важно. Что такое хорошо, что такое плохо, это в семье должно быть разъяснение. Вот. И поэтому если государство, вот я опять повторяю, что насилие, семейное насилие во всех, во всех странах есть, и в благополучных, важно, как государство реагирует. То есть я считаю, что как законодатель, я думаю, что наши законы достаточно такие, ну, как бы сказать, они предусматривают, предотвращают, да, то есть если мы будем говорить об этих законах, что это законы такие есть, и вас ждёт такое наказание, что и параллельно в семье закладываются вот те нормы, да, этические нормы, культурные нормы, да, воспитание, когда ребёнок знает, и молодой юноша знает, что такое хорошо, что такое плохо, что та девушка, которую он хочет, это, ну, точно так же у него есть и сестрёнка, и сёстры, да, вот, то есть это вот это проецирование тоже должно проходить. Я думаю, вот тогда, когда вот эти две параллельные, да, системы будут идти вровень, только тогда, наверное, у нас мы можем говорить об снижении случаев насилия. Спасибо большое. У меня ещё такой вопрос, наверное, задам Фариде Лансаровой. Каковы последствия, Аллахачу, вот, не для девушки, а для парня? Допустим, всё, вот, девушку забрали, да, что будет дальше с парнем? То есть он второй раз женится? Я хочу добавить вот к предыдущему, да, то есть мы должны всё-таки системно говорить, то есть я очень благодарна Айна Руалд и Баеву, что вот они говорят о законодательной части, это очень важно, чтобы страна тоже, ну, какие-то меры предпринимала, но не забывайте, что страна состоит из индивидов, то есть из каждого, каждого из нас, да, и вопрос только в нашем сознании, то есть как мы к этому относимся, то есть и, ну, только в этом, да, что почему, почему тогда возникает вопрос, почему законы не работают, да, почему девушки не обращаются за помощью в милицию и так далее. Ну, первое, ну, это вот такое. Если говорить со стороны мужчины, во-первых, я не мужчина, не парень, не знаю, я не была, я могу только предположить, то есть что для человека, ну, первое, да, то есть я начала именно с этого, что человек, ну, психологически, да, человек, соответственно, ещё немножко незрелый, да, то есть он незрелый, у него просто появился какой-то сексуальный импульс или сексуальное желание, он ещё как Личность не созрел, то есть у него нету каких-то ценностей, да, нету понимания, для чего ему нужна семья, да, что, ну, как бы в любом случае, если я беру ответственность за другого человека, то, соответственно, ну, если говорить о семье, да, то есть когда жена и дети, то есть это же всё нужно содержать, это всё нужно воспитывать, ну, то есть это всё целый какой-то, ну, большой такой комплексный тоже институт, То есть там нужны деньги, там нужны ресурсы, дом и так далее Но зачастую, чаще всего, картину, которую я наблюдаю То есть эти молодые люди, они не готовы к семье Если говорить, ну, так, они не готовы То есть они крадут девушку И что? Получается, человек, он чувствует себя неудачником во всех смыслах Во-первых, он насильник Потому что когда человек совершает насилие Он в глубине, ну, как бы сердца и так далее Он всё равно понимает Ну, он чувствует вот это вот, да У него есть несостыковка там с какими-то внутри Ну, есть, конечно, какие-то клинические случаи Там, ну, с маньяками и так далее Но если говорить, ну, как бы среднестатистически То человек, он всё равно испытывает какое-то внутреннее неудовлетворение Да, от того, что он совершил, акт насилия И, соответственно, когда он, ну, вот они, строится семья То человек, он всё равно неудовлетворён, он не может Он чувствует какую-то неудовлетворённость Он чувствует себя неудачником И, соответственно, он, ну, как бы И вот это вот всё, оно проецируется То есть человек недоволен своей жизнью И сколько бы он не менял партнёров Сколько бы раз он этого не делал Он всё равно воспроизводит насилие И он не понимает, человек в данном случае Что вопрос его счастья не в том, чтобы поменять партнёров Поменять страну или что-то ещё, да А в том, чтобы, ну, как бы по чесноку поговорить с собой, да То есть что я хочу Мне нужно просто удовлетворить своё сексуальное желание Или я действительно хочу каких-то отношений Потому что, как заметили мои коллеги, вот предыдущие спикеры, да То есть как, ну, отношения не строятся от того, что вот человек просто кого-то увидел Схватил и пошёл, да Это вот то же самое Это на самом деле воровство, это преступление То есть я что-то увидел на базаре, да, такое яблоко Взял его и пошёл дальше Ну, да, конечно же, за это накажут Ну и то же самое здесь То есть что я хочу? Я хочу есть? Или я хочу есть конкретно вот это яблоко? То есть мне же нужно что-то для этого сделать Ну, соответственно, и здесь То есть если я хочу отношений Хочу семьи То это другое Это один, это один успект И тут тоже нужно разбираться Есть какие-то конкретные шаги, которые нужно сделать к этому Прошу прощения, Фарила Сару К сожалению, у нас эфирное время подходит к концу Можно обсуждать эту тему бесконечно А можно я отвечу на ваш вопрос? Когда девушку забрали после похищения Должно быть настать час ответственности для этого молодого человека Который переступил закон Он должен быть привлечён к ответственности Должно быть наказан А кто его накажет? В этом же вопрос Спасибо огромное Я напоминаю, что в гостях у нас были депутат Дюрху Кенеша Айнура Алтыбаева И активистка Фарида Лансарова Спасибо большое за внимание Оставайтесь на нашем канале Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»